Всероссийский день заповедников и национальных парков. Эту дату стали отмечать с 1997 года. Всего в нашей стране работает 110 природных заповедников и 56 национальных парков. Утриш входит тройку лидеров по многообразию видов растений, 400 из которых занесены в Красную книгу. Это одно из немногих мест в России, где произрастает можжевелово-фисташковое редколесье. Утриш является уникальным ключевым местом обитания Средиземноморской черепахи Никольского. Здесь живет крупная популяция, присмыкающихся численностью до 6000 особей. После виртуального путешествия по заповеднику гости праздника познакомились с уникальной выставкой гербариев. Подобная коллекция редко тем, что эти краснокнижные растения были оформлены в момент светения. При тщательном уходе и правильных условиях хранения такие экспонаты могут сохранять свой первозданный вид более 300 лет. Необыкновенно сложность изготовления, потому что, чтобы сохранить принесенное из леса растение, это нужно быть большим ученым, крупным, знать массу законов, по которым можно этот гербарий сохранить. И вот чтобы он был смотреть, можно на него было приятно, чтобы он передавал именно все части растения. Это и плоды, и в данном случае, допустим, хвоинки разного вида. В минувшем году заповедник Утриш принимал участие в разнообразных всероссийских конкурсах и проектах. В конкурсе плакатов «Мир заповедной природы» участвовало почти 700 работ с 75 заповедников страны. Первое место заняла воспитанница Центра детского творчества – анапчанка Арина Колесниченко. Рисовала я свою картину несколько дней. Я выбрала черепаху Никольского, потому что она символ заповедника Утриш. Также были подведены итоги конкурса проекта «Письма животным». Здесь лауреатами стали Иван Юдин и Дарина Бурдина. В завершение праздника все желающие смогли познакомиться с интерактивной фотовыставкой, на которой были представлены краснокнижные представители флоры и фауны заповедника Утриш. Руслан Душевский. Анапа. Регион.